В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. Быть или не быть решается судьба производственного комплекса в деревне Горки. Согласование данной деятельности в администрации не давало. На портале Добродел идет активное голосование по острым вопросам микрорайона Завидное. Сам как водитель, скажу по личному опыту, иногда бывает невидан пешехода, который выбегает. Все большее число жителей муниципалитета делают прививку от COVID-19. Благодаря именно вакцине-профилактике создается иммунитет и этим самым образуются антитела. В деревне Горки прошла встреча представителей администрации Ленинского городского округа с местными жителями. Главной темой обсуждения стало производство по сбору и переработке строительных отходов, которые находятся вблизи населенных пунктов. Инициатором встречи, как рассказала начальник территориального отдела Горки-Ленинский Светлана Литвинова, стала администрация Ленинского городского округа. На собрание были приглашены жители деревень Горки и Белиутова, а также жилого комплекса «Май». В администрацию пришли документы от Министерства экологии и предупользования Московской области на согласование данной деятельности. Позиция администрации и главы такая, что мы просим мнения жителей, потому как мы написали отрицательное свое согласование, то есть согласование данной деятельности администрация не давала. Площадка по переработке и утилизации строительного мусора осуществляет свою деятельность с 2019 года. Она расположена в промзоне в двух километрах от деревни Горки. У ее владельца, индивидуального предпринимателя Андрея Шмакова, есть лицензия. Но чтобы продолжить свою работу в нынешнем году, он должен попасть в региональный реестр, для чего необходимо получить согласование руководства муниципалитета. Вопрос только в том, что организация имеет документы на ведение этой деятельности официальной, но находится близко к берегу речки Щербинки, и это есть нарушение водного кодекса. На производстве изготавливают железобетонные изделия на основе вторичного щебня. На основании, соответственно, бетона, который будет производиться на основе вторичного щебня. Вторичный щебня, в свою очередь, будет производиться из поломанных железобетонных изделий, брака, некондиции и всего остального. Это все позволит дешевить наш бетон и конечные железобетонные изделия, которые мы из них планируем получить. Весь вид деятельности компании обозначен на информационных стендах. Очень надеемся, что жителям ближайших районов, которые будут строиться, им нужны будут наши железобетонные изделия, бетон и все остальное. И от этого у нас будет вин-вин от нашей деятельности жителям ближайших районов. Но именно вопрос экологии заставляет многих жителей высказываться против данного производства. Полина Старцева – представитель инициативной группы ЖК «Май». Рассказала, что рядом с их жилым комплексом уже было несколько точек такого производства. На фото видно, какая пыль стоит, когда перерабатывают железобетонные изделия. Это фото нашего ЖК. И вот это летнее значение, предельное значение выброса частиц, которые мы фиксировали, наши жители специального оборудования фиксировали на территории нашего ЖК. И мы не хотим повторения этой истории. С тем железобетонным заводиком мы разбирались при помощи наших местных экологов. И не хотелось бы, чтобы все это снова у нас начиналось. Очень много есть нарушителей, которые действительно привозят мусор и сортируют. И у нас были проблемы, в частности в деревне Горки, потому что здесь не так далеко перерабатывали вот этот мусор. И был вот летом тяжелый вот этот запах. То организацию закрыли, к счастью. Но невольно теперь идет пристальное внимание к этой территории, чтобы там не было мусора, чтобы там был порядок. И вот обратили внимание на деятельность организации, которая перерабатывает именно строительный мусор. Для дальнейшего решения этой проблемы будет проведен опрос жителей населенных пунктов, расположенных рядом с производством. Во-первых, они не понимают, что действительно здесь будет и какой будет результат всего этого. Поэтому, скорее всего, поэтому они в общем против большая часть. Но, вы знаете, здесь надо как бы взвешивать, понятно, что за, против все составляющие. Есть бизнес, есть история с природой связанная. Поэтому по общим голосованиям будет результат. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Витное ТВ. На портале Добродел для жителей микрорайона «Завидное» сейчас проходит народное голосование. Многочисленные заявки по благоустройству территории были сформированы в конкретные предложения. За процессом следят члены общественной палаты, проживающие в этой части города Видное. Один из пунктов голосования – создание безопасных пешеходных переходов. В микрорайоне проживает много людей, достаточно плотное автомобильное движение. На некоторых участках дорог регулярно фиксируются случаи наездов на пешеходов. Один из них – улица Березовая на пересечении с Фокина, где на повороте расположены два пешеходника подряд. Участники голосования просят оборудовать их лежачими полицейскими и дополнительным освещением. Сам, как водитель, скажу по личному опыту, иногда бывает невидан пешехода, который выбегает. Считаю, что в данном участке необходимо искусственные неровности, лежачие полицейские установить, что непосредственно приведет к более безопасному движению. И не будет таких случаев. Также, по мнению общественников, комфортнее и безопаснее жизнь в микрорайоне станет, если оборудовать улицы камерами видеонаблюдения, которые в Московской области сейчас активно устанавливают в рамках программы «Безопасный регион». У нас совершаются противоправные действия, иногда совершаются преступления. Соответственно, никаких камер практически, кроме частных, у нас в микрорайоне нет. Поэтому считаю необходимым оборудовать микрорайон «Завидное», шестой микрорайон данной системы. Остро в микрорайоне стоит и вопрос о незаконной рекламе. Тема стала одним из пунктов голосования на портале. Речь идет о борьбе с расклейкой объявлений на столбах и фасадах зданий. Голосование на Добразилии продлится до 20 февраля. Массовая вакцинация в Подмосковье набирает обороты. В Ленинском городском округе все больше желающих сделать прививку против коронавирусной инфекции. На сегодняшний день уже более полутора тысяч человек прошли первую фазу вакцинации. Из них почти 300 получили обе прививки. Напоминаем, что прививочные пункты расположены в Видновской детской поликлинике, где в данный момент находится и взрослая поликлиника, в Молоковской амбулатории и в Южной поликлинике поселка Дрожжино. Кроме того, вакцинация ведется в торговом центре Вегас на первом этаже, вход номер 4, второй павильон. Часы работы с понедельника по субботу с 9 до 19, в воскресенье с 10 до 19 часов. Предвакцинацией каждого осматривает врач. Но стоит заранее знать, что прививки против COVID-19 противопоказаны людям до 18 лет и беременным женщинам. Также прививаться не стоит в период острых инфекционных и неинфекционных заболеваний, а также обострения хронических болезней. В таких случаях вакцинация возможна не ранее, чем через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии. Если же вы здоровы и хотите обезопасить себя от коронавируса, прививка – самый лучший способ, уверены врачи. Благодаря именно вакцине-профилактике создается иммунитет, и тем самым образуются антитела, которые будут защищать наш организм от коронавирусной инфекции. И тем самым мы можем просто, вот медики, справиться с этой пандемией. При посещении прививочных пунктов при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис. «Добрая зима» – под таким названием в Видновской детской школе искусств прошел отчетный концерт хоровых коллективов. Старшая, средняя и младшая группы подготовили к исполнению песни на зимнюю тематику. Детали у Екатерины Борисовой. Отчетный концерт хоровых коллективов в Видновской школе искусств «Добрая зима» – это своеобразное подведение итогов совместной работы ребят и их преподавателей на протяжении всего полугодия. Концерты нужны именно для того, чтобы показать уровень освоения предмета. Детям очень важно участвовать в этих мероприятиях, потому что это повышает их стремление к обучению. Они чувствуют себя артистами и могут это делать на большой сцене. Хоровое отделение в ДШИ представлено несколькими направлениями – академический вокал, эстрадное и народное пение. В концерте «Добрая зима» приняли участие академические хоровые коллективы. Мы готовились к этому концерту. Еще в сентябре месяце подобрали репертуар, разучивали партитуры. И, на мой взгляд, концерт получился очень добрый, хороший. На концерте выступили младшие и старшие хоры, а также хоровые ансамбли. Первоклассники тоже показали, чему успели научиться в детской школе искусств за первое полугодие. Некоторые ребятки – гудушники, у них нет координации слуха и голоса, но мы стараемся вовлекать всех. Чем хорошо хоровое пение полезно, что это общая работа, это коллектив, чувство общности рождается в этом коллективе. Рождается атмосфера творчества. В этом году мероприятие из-за пандемии прошло в онлайн-формате. Но ребята знали, их выступления в интернете посмотрят куда больше зрителей, чем может вместить актовый зал. Поэтому усердно готовились все полугодие. Ребята очень волнуются. В любом случае, когда они выходят на сцену, будь то очный формат или дистанционный формат, они всегда чувствуют, что их смотрят. Все равно, кто сидит в зале, или, может быть, это по ту сторону экрана. Дети старались, конечно, выложились по максимуму из того, что сейчас происходит, в каком формате они занимаются не просто родителям, не просто педагогам, и дети тоже. Но мы, я думаю, достойно выходим из этой ситуации и возвращаемся к нормальной жизни. В феврале в детской школе искусств пройдет много интересных мероприятий, в том числе возобновятся мастер-классы именитых музыкантов в рамках программы «Юрий Башмет. Молодым дарованием России». Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видно этого. Это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин